Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Мы служим чудесному Богу, который совершенен. И чем больше мы изучаем о нем в Писании, тем больше видим его великую и пребывающую любовь. Но вот вопрос. Как человеку обрести позицию, которой он сможет принять Божью любовь? И есть только один ответ на этот вопрос. И когда человек вступает в такой завет, и в нашем разговоре мы ведем речь о новозаветных отношениях. Иеремия учил в 31 главе своей книги не только о Божьей верности для поддержания завета, но также и о том, что одной из главных частей завета является Божье совершенное прощение. Жизненно важно, чтобы мы приняли прощение, но также и чтобы мы демонстрировали прощение другим. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 18 главу. Евангелие от Матфея, 18 глава. На прошлом занятии мы увидели, насколько серьезным является тот факт, если мы оказываем негативное влияние на других, особенно на тех, кого Библия называет «малые сии». И, возможно, он имеет в виду здесь маленького ребенка или того, кто является незрелым в вере. Библия говорит, что одно из того, что делает Бог, это «наставляет», то есть «созидает». Мы можем сказать это и иначе. Бог приводит людей завета к зрелости. Он взращивает их, и ему не нравится то, что останавливает, замедляет этот рост или мешает им. Таким образом, нам необходимо быть людьми, которые в самом деле играют положительную роль, оказывают благочестивое влияние, особенно на маленьких детей и на тех, кто молод в вере. Что ж, мы начнем, как я сказал, в этой 18 главе с места, на котором мы остановились. Посмотрите 10 стих. Это серьезно. Мы в конце прошлого занятия пришли к заключению о том, что Бог говорит нам о месте, известном как ад, и говорит об этом в двух направлениях. Он говорит о нем, как об огне, о вечном огне. Так обычно все думают, когда размышляют об аде. Это вечное наказание. И это огонь. А слово «вечный» учит нас о том, что он будет длиться и длиться. И это вечное последствие для любого, кто не находится в новозаветных отношениях с Богом посредством единственного послания о спасении. Я говорю о Евангелии, которое фокусируется на Мессии Иешуа, то есть на Иисусе Христе. Итак, заметьте, что он говорит в 10 стихе и начинает его с повеления. Он говорит «смотрите», и делает это очень персональным. Он говорит «смотрите», и это значит «будьте осведомлены об этом». Осознавайте эту библейскую истину, которую Бог дает людям. Он говорит, 10 стих. «Смотрите, не презирайте». И слово «презирать» означает придавать мало значения. Не считать что-либо важным. Слово «презирать» в английском жестокое слово, и оно на самом деле передает значение греческого слова. Итак, не принимайте, не считайте значимыми кого. Он говорит «смотрите», «будьте осведомлены об этом, не презирайте ни одного из малых сил, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах». И это важно, и учит нас библейской истины. Это истина о малых силах. Если мы возьмем значение на основании контекста, то мы говорим о маленьких детях. Тут сказано о маленьких детях, что ангелы их, и это значит, что у них есть ангельская защита. Что Бог поручил, повелел, он послал ангелов для того, чтобы они помогали маленьким детям, защищали и охраняли их. Лично я верю, что эти ангелы приставлены конкретно и персонально к ребенку, и они с этим индивидуумом, когда он маленький и когда вырастет. Мы продолжаем читать, и тут есть чудесное утверждение. Еще раз. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сил, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах». И дальше тут выражение, означающее «всегда». Вот как нам надо это понимать. Во все времена. Вот что происходит с этими ангелами все время. Продолжаем читать. «Всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Многие из вас знают, что такое Биркат Каханим. Это священническое благословение, о котором мы читаем, к примеру, в книге «Числа», конце шестой главы. Там Слово Божье говорит «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим». Также тут сказано, и многие переводят это место по-разному, «Да обратит Господь лицо Своё на тебя». И суть тут очень проста. Когда используется выражение о видении Божьего лица, то помните, что это. А это священническое благословение. Так что, когда Писание говорит, «Они всегда видят лицо Отца Моего Небесного», это значит, что Бог всегда благословляет работу этого ангела. То, что он делает. То, что эти ангелы делают для того, чтобы защищать, охранять и приводить маленьких детей в безопасность. Для чего? Для того, чтобы было исполнено служение. Чтобы они были приведены к вере или возрастали в вере с тем, чтобы могли быть ценными слугами живого Бога. Так что Бог благословляет ангелов этих маленьких детей для того, чтобы Божья воля не была искажена врагом или каким-либо еще влиянием в мире. Теперь посмотрите 11 стих. Этого стиха во многих манускриптах нет. Но в текстус рецептус, в греческом тексте, который использую я, он есть. И он утверждает что-то. Заметьте, что тут сказано. 11 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел, вошел в этот мир для того, чтобы...» Сын Человеческий пришел спасти погибшее. И я бы тщательно изучил слово «погибшее» с грамматической точки зрения. Почему я это говорю? Потому что это очень необычно. Оно стоит в совершенном времени. И что это значит? Это говорит о ситуации, состоянии, которое было в прошлом, есть в настоящем и будет продолжаться в будущем. И если ничего не будет сделано, тогда этот человек погибнет навечно. Вот почему Писание говорит о том, для чего Ешуа был послан в этот мир. Для того, чтобы он смог спасти тех, кто был погибшим, является погибшим и так и останется погибшим, если что-то не изменит такую ситуацию. И что это? Есть только одно послание надежды. Есть только одно, что может изменить то, что кто-то погиб в то, что он обретен, и это чудесное евангельское послание Мессии Ешуа. Фокусировка на его смерти, его смерти на кресте, на том, что он был погребен, и в третий день он воскрес из мертвых, знаменуя победу, и вот что важно, победу над смертью. А смерть синонимична греху. Таким образом, через служение Сына Человеческого, и я говорю о его духе, Библия говорит о нем как о Святом Духе, когда Дух Святой, когда Он в вашей жизни, и вы переживаете Его помазание, Его водительство, Его служение, вы увидите, что вы будете настойчивым, вы будете терпеливым, и вы будете исполнять дела Божьи. Что ж, переходим к двенадцатому стиху. Посмотрите, пожалуйста, двенадцатый стих. Ешуа приведет нам пример. И очень важно нам понимать культуру, потому что если мы не будем понимать ее, мы упустим реальное послание этого типа притчи. Хотя она и не называется притчей, на самом деле это пример в виде притчи. Посмотрите двенадцатый стих. Как вам кажется? Он хочет, чтобы мы поразмыслили над чем. Помните о том, что Он говорит с людьми, которые жили в той культуре в то время, и они понимали вещи, которые в нашей культуре за годы были утеряны. Он хочет, чтобы мы поразмыслили об этом в правильном контексте. Еще раз двенадцатый стих. Как вам кажется? Если бы у кого было, и это какой-то человек, неважно кто именно, просто человеческое существо. Если бы у кого было сто овец, и одна из них... И обратите внимание, что здесь сказано «не заблудилась, а была уведена». А почему эта овца была уведена? Это пассивная конструкция, что значит, что некто или нечто действовало так, что эта одна овца была уведена из стада. И слово, означающее «быть уведенной», также была связано с обманом. Итак, вот у этого человека мы говорим предположительно о пастухе. У него сто овец. И одна из них была обманута. Посмотрите на вторую часть двенадцатого стиха. Вот где культура так важна, потому что мы читаем, «то не оставит ли он девяносто девять в горах?» В некоторых переводах сказано «не оставит ли он девяносто девять и не пойдет ли в горы?» Но тут сказано не так. Здесь сказано, что он оставит девяносто девять в горах. И тут стоит знак вопроса, как будто именно это обычно пастух и делает. На основании культуры я бы возразил и сказал, что, скорее всего, пастух такое решение не примет. Потому что, хотя эта обманутая овца будет потеряна, ведь оставшись без попечения пастуха, она будет съедена волком или другим животным. Хищник нападет на нее и уничтожит. Но вот ключевой момент, когда тут сказано, «не оставит ли он девяносто девять?» Большинство пастухов так не сделает. Почему же Мессия говорит это? Потому что он добрый пастырь. А добрый пастырь — это уникально. И причина, почему это уникально, к примеру, в Евангелии от Иоанна сказано, что он не наемник, и он любит овец, любит всех их. И вот эта сильная, индивидуальная любовь к каждой овце побуждает его оставить девяносто девять и пойти на большой риск, чтобы спасти одно. И мы считаем, зная культуру, тут сказано, «не оставит ли он девяносто девять в горах?» Вероятно, нет. Но добрый пастырь делает именно это. Он идет искать эту одну, и опять-таки, пассивная конструкция ту, которая была обманут. «И если...» Теперь посмотрите тринадцатый стих. «И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти, не обманут». Почему? Потому что он был так опечален о той, которая была обманут. Помните контекст здесь? «Бог ненавидит». Это очень сильное слово, но здесь оно уместно. «Бог ненавидит обман». Он ненавидит это негативное влияние, которое уводит людей от истины. Потому что, когда они уходят от истины, что с ними происходит? Они оказываются в очень опасной ситуации. И только дело времени, когда они встретятся с врагом, и результат будет катастрофический. Вот почему, посмотрите еще раз одиннадцатый стих. «Сын человеческий пришел спасти погибшее». Он добрый пастырь, и он спасает потерянную овцу, хотя это большой риск. Тем не менее, он идет искать ее, оставив других. Почему? По причине этой заветной любви. Так говорит Писание. Еще раз. Мы читаем. «Истинно говорю вам, он радуется о ней, о той, что была найдена, более, нежели о девяносто девяти необманутых». Так, теперь посмотрим 14 стих. «Так не есть воля перед Отцом вашим в небесах». Я хочу сделать на этом акцент, потому что в большинстве переводов слова «перед» нет. Это значит «под его владычеством», «под его властью». Не есть воля Божья. И этот стих имеет столь важное теологическое значение. Мы в этом стихе видим нечто, помогающее нам получить правильное понимание о суверенности Бога. Бог всегда суверенен. Но это не значит, что он всегда получает то, что хочет. Да, его воля будет в конечном итоге исполнена. Но для кого? Для его народа завета. Но нет воли Бога, нет его желания, чтобы кто-то погиб. Не это ли мы узнали? Сын Человеческий пришел, чтобы спасти погибших. Не некоторых из погибших, но всех. Однако есть параметры, есть правила, законы, духовные законы, которые управляют этим процессом. Итак, внимательно посмотрите текст. Еще раз. Он радуется о ней более, нежели о 99-ти не обманут. Так. 14 стих. Так не есть воля перед Отцом вашим, перед Отцом вашим в небесах, чтобы погиб один из малых сих, чтобы хоть один из них был потерян. И слово «погиб» означает «был уничтожен». И вот еще одно очень важное место. Я начал говорить о прощении. И вот причина, почему мы продолжим сейчас говорить о нем. Одно из главных качеств Бога – милость. Бог – милость. И эта милость производит для нас с вами прощение. Без этого прощения у нас не было бы надежды. Мы бы были навечно потеряны, и мы бы провели всю вечность в вечном огне. Но что делает Бог? Он прощает нас и повелевает, чтобы мы также были прощающими людьми. Посмотрите 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой». Итак, он виновен. Он согрешил против тебя. Так что нам делать? Жаловаться? Говорить о нем плохо? Искать возможности отомстить? Нет. Писание говорит не так. Мессия обращается с нами не так, а мы должны быть подобны ему. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди». Буквально «пойди далеко». Это значит, что вам надо пройти дополнительное расстояние, и это будет неудобно. Это выведет вас из вашего обычного состояния, из состояния, когда вам комфортно и удобно. Итак, он говорит, «Пойди и». И это слово выговора, это слово обличения. Вы говорите с ним так, чтобы и услышать это. «Он попал под благочестивое обличение». Не говорите с ним так, чтобы это оттолкнуло его от воли Божьей, но говорите так, чтобы это подвело его под благочестивое обличение. Итак, он говорит, «Пойди и обличи его, и это должно быть сделано между тобою и им одним». Пятнадцатый стих, вторая часть. «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Чудесно. Шестнадцатый стих. «Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух». Подразумевается, «возьми с собой для того, чтобы». И следующее слово означает утверждение, провозглашение. Но знаете, что интересно? То же самое слово может быть использовано для обозначения острия меча. А острие меча приводит в робость. Это очень серьезно, когда на вас направлено острие меча. Так что в некоторых Библиях сказано «свидетельство». Но на самом деле это провозглашение, конкретно направленное на обсуждаемый вопрос. Итак, читаем. «Возьми с собою еще одного или двух, одного или двух человек, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». А о чем здесь идет речь? А в истине вот в чем мы заинтересованы. Чтобы свидетели, чтобы они услышали, чтобы они засвидетельствовали, чтобы они имели свидетельство из первых рук, узнав о деле лично, или услышав, дали ответ, что правильно, а что нет. Но ключевой момент, чтобы подтвердилось слово. Какое слово? Слово истины. Слово, которое относится к целям и воле Божьей. Теперь посмотрите 17 стих. «Если же не послушает их, скажи». И это слово означает «церковь», «собрание». Скажи церкви. «А если и церковь не послушает, то да будет он тебе как». И это слово означает, во многих Библиях сказано «язычник», но буквально это слово означает «того, у кого нет заветных отношений с Богом». Такой человек, как оказалось, не имеет правильных отношений с живым Богом. Так что обращайтесь с ним, как с человеком, не имеющим завета с Богом. Или, как сказано здесь, «сосборщиком налогов». Что это значит? Этот человек покинул народ завета и действует в интересах врага. В данном контексте – в интересах Римской империи. «Истинно говорю вам», 18 стих, «что вы свяжете на земле». Это очень важное утверждение, и нам надо правильно понять его. «Что вы свяжете на земле», то буквально тут сказано «будет». Почему «будет»? Тут сказано и в разных переводах, посмотрите комментарии, и там не раскрыто то, что сказано в следующей фразе. «Будучи связано в небесах». Обратите внимание на то, как переведено. «Будучи связано в небесах». Это опять-таки перфект. О чем говорит перфект? О том, что было истинно в прошлом, истинно сейчас, и продолжит быть истинным в будущем. Так что мы видим, что здесь сказано. «Что вы свяжете на земле, то будет». Почему? Потому что это уже было связано в небесах. И о чем это говорит? Это говорит нам о том, что мы должны соглашаться с Богом. Вы слышали это? Мы должны быть такими, чтобы связывать то, что должно быть связано в свете воли Божьей, целей Божьих, того, что открывает Слово Божье. Это местописание часто применяет вне его истинного значения. Посмотрите еще раз. «Что вы свяжете на земле, то будет, будучи связано на земле. И что разрешите на земле, то будет разрешено на земле». Почему? Потому что было связано в небесах. Девятнадцатый стих. «Истинно говорю вам, что если двое из вас...» И вот важный момент. Тут сказано «согласятся». «Согласятся на земле». И тут не сказано «согласятся друг с другом». Очень важно то, что сказано здесь. Если вы посмотрите еще раз. «Опять истинно говорю вам». Почему здесь слово «опять»? Потому что связано с тем, о чем только что говорилось. в предыдущем стихе о связывании и разрешении. Опять истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить... И обратите внимание на следующую фразу. Во многих Библиях сказано о чем-либо. Если мы внимательно посмотрим на эту фразу, «пантос прагматос». «Пантос» — это слово «все», «всяк». Вот почему во многих Библиях сказано, «если двое из вас согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного». Но тут сказано не это. Вы что, думаете, тут сказано, что если двое или трое согласятся о чем-то, то Бог обязал себя сделать это? Я так часто вижу, что верующие, предположительно верующие, соглашаются о чем-то, что уж точно не является волей Божьей. Нам необходимо использовать то, что в иврите называется «сеха», пониманием для правильного толкования этого местописания. Посмотрите на слово здесь. Смотрите, что тут сказано. «Опять говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком». И следующее слово «прагматос». Что это? Вот откуда мы взяли слово «прагматичный». А прагматичное – это то, что было тщательно исследовано согласно фактам, согласно реальности. И потому, если кто принимает решение и предпринимает действие, чтобы исполнилось наилучшее из желаемого, и что это? Обратите внимание на сказанное в Писании. «Если вы, двое из вас, согласитесь на земле просить о какой-либо из прагматичных вещей, если попросите об этом, будет вам от Отца Моего Небесного». Почему так? Что ж, об этом мы узнаем на следующем занятии, когда продолжим разговор о том, почему Бог ответит, и как правильно понимать вещи, прагматичные для нас, для Него, согласно тому, что Он видит, как надлежащее. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем Мессии Иешуа Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.